МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По версии следствия, причиной крушения вертолета могла стать техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и погодные условия. На данный момент ни одна из версий не выдвигается в качестве приоритетной. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте крушения вертолета обнаружен переносной GPS-навигатор, блок управления двигателем, который осмотрен и передан комиссии Межгосударственного авиационного комитета для исследования. С места крушения изъята бортовая документация, личные вещи потерпевших, а также образцы топлива и масла. В настоящее время следователями допрошены члены экипажей вертолетов, совершавших экскурсионный полет совместно с потерпевшим крушением воздушным судном. Также органами следствия в аэроклубе «Истром» запрошены правоустанавливающие документы, данные о воздушном судне, карты, наряды, летные дела членов экипажа, планы полета и задания на полет. Назначенные судебные и медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается. Напомню, вертолет «Робинсон Р-66» потерпел крушение 18 апреля. Он исчез с навигационных приборов в районе острова Белый, куда направлялся в составе комплексной экспедиции по следам двух капитанов. Останки вертолета были обнаружены тремя поисковиками, выехавшими на место аварии. Как оказалось, вертолет совершил жесткую посадку. Три человека, находившиеся на борту, погибли. Валентина Чебичек восстановила хронологию событий. 18 апреля вечером три вертолета «Робинсон Р-66» взлетели над Амдермой. Они держали путь к острову Белый – одной из точек маршрута комплексной экспедиции по следам двух капитанов. По информации МЧС, при подлете к острову ухудшились погодные метеоусловия. Два вертолета улетели в поселок Сабета, а один ушел на разведку местности. Через некоторое время с ним была утеряна связь. Он пропал на спутниковой карте, где отражался трек авиасудна. Вертолет, который потерпел крушение, был одним из трех в полярной экспедиции по следам двух капитанов. Это была очередная экспедиция по поиску следов пропавшей в 1914 году шхуны капитана Брусилова «Святая Анна». Экспедиция стартовала в 2010-м. За три года работы удалось найти останки и личные вещи людей команды Брусилова. Нынешнюю поездку было решено посвятить установке спутниковых радиобуев на последних известных координатах шхуны, пропавшей во льдах Арктики почти сто лет назад. В этом году по этому красному маршруту мы полетим абсолютно самостоятельно. За прошлый год мы смогли подготовить топливные базы на острове Белом и на острове на мысе желаний «Новая земля». Идем абсолютно автономно и идем по тому маршруту, по которому летали в принципе летчики 1937 года. Экспедиция стартовала 18 апреля из Москвы. Дневник полета на своей странице в Фейсбуке вел Михаил Фарих. Каждый день он выкладывал новые фотографии и комментарии о ходе экспедиции. Вот они сидят в Рыбинске, а вот летят над Угличем. За треком путешествия можно было наблюдать в режиме онлайн на навигационной карте. Сделали путешественники остановку и в Наренмаре. Потомственный летчик Михаил Фарих даже нашел на стенде в аэропорту своего деда. Он числится среди покорителей полярного неба. Сам Михаил сел за штурвал, когда ему минуло 50, а уже через пять лет совершил два сложнейших перелета. В 2013 году на вертолете «Робинсон» он первым в мире покорил Северный полюс, совершив сверхдальный полет по маршруту Москва-Воркута-Земля-Франца-Иосифа. В том же году он совершил кругосветное путешествие. За 45 дней Михаил и его спутники на двух вертолетах преодолели 40 тысяч километров. Про командир экипажа Алексея Фролова известно немного. Он был генеральным директором компании «Мериталь». Третий член экипажа Олег Продан имел свидетельство пилота-любителя вертолета. Был действительным членом Русского географического общества, почетным полярником России. В 2013 году стал директором национального парка «Онежское поморье». Вообще он человек был очень увлеченный, влюбленный в природу Севера. А очень человек был влюбленный в Арктику. Очень любил авиацию. Вот вертолеты, самолеты, вот то, что связано с техникой. Он вышел в отпуск официальный, потому что эта работа не связана с его деятельностью на посту директора национального парка. И, в общем-то, это, так скажем, энтузиасты, которые решили раскрыть тайну экспедиции вот этой школьной святой Анны. Увы, экспедиция так и не закончилась. В качестве версии произошедшего рассматриваются в том числе ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность вертолета. Робинсоны Р-44 и Р-46 признаны в 2015 году самыми продаваемыми вертолетами в мире. В 2015 году компания «Робинсон» произвела и поставила своим клиентам 347 вертолетов. Их популярность объясняется характеристиками, которые позволяют летать в любых точках планеты. Небольшой вес, мощный двигатель, довольно вместительный и выносливый, потребляет немного топлива. Это подтверждает и президент Федерации любителей авиации России Николай Мазурин. «Робинсон» — это достаточно надежный, очень серьезный вертолет. Катастрофы бывают всегда. Такой вопрос, что в этой катастрофе надо разбираться. Никто не знает, почему он упал, какие причинные следственные связи. То ли это отказ техники, то ли это, я могу сказать, неправильное топливо, то ли это неправильное пилотирование. Никто это не знает сегодня. Этим будет заниматься комиссия. Также расследование будет вести Следственный комитет Ямала-Ненецкого округа. По факту крушения вертолета «Робинсон-Р-66» и гибели трех человек, ведомство возбудило уголовное дело. Правительство определило пять направлений, без которых перспективное развитие невозможно. Это оптимизация бюджетной политики, поддержка несырьевого экспорта и импортозамещения, улучшение деловой среды, повышение качества самого государства и развитие социальной сферы. Как будет развиваться государство в ближайшее время, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он выступил с отчетом о работе правительства в 2015 году. В части бюджетной политики кабинет министров находился в поиске правильного баланса между экономией в условиях кризиса и созданием бюджетных стимулов для возобновления экономического роста. При этом правительство не стало пропорционально сокращать все статьи расходов. Мы не стали проводить пропорциональное сокращение по всем статьям, хотя такие предложения, естественно, были. Оптимизация расходов была аккуратной. В первую очередь сокращались те направления, которые характеризовались низкой эффективностью. Эта работа еще не завершена. В каждой статье расходов есть резервы для повышения их результативности и более экономного достижения целей. Нам удалось избежать корректировки бюджета 2016 года. Хотя в начале года это казалось неизбежным. Поправки в бюджет в весеннюю сессию мы вносить не планируем. Эти задачи мы решали параллельно с необходимостью удержать дефицит бюджета в разумных пределах, стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и контролировать инфляцию. Получилось удержать дефицит бюджета в разумных пределах и контролировать инфляцию. За год рост цен опустился ниже 8%, что сопоставимо с паскризисным 2010 годом, когда отечественная экономика начала расти после длительного спада. В новых экономических условиях шок испытала промышленность, отметил Дмитрий Медведев. Для поддержки экспорта и импортозамещения реализовывался план первоочередных мер по обеспечению устойчивого роста экономики. С его помощью мы смогли не только стабилизировать ситуацию в наиболее проблемных отраслях, но и продолжить серьезно заниматься замещением импорта. Эта структурная реформа остается для нас важнейшей в ближайшие годы, вне зависимости от того, что будет происходить со всякими санкциями и так далее. Нам нужны нормальные российские товары, причем конкурентоспособные. Нам в целом нужна конкурентоспособная промышленность. Особой гордостью стало сельское хозяйство. По итогам прошлого года сельскохозяйственная отрасль показала рост 3%. Положительная динамика развития сельхозпредприятий как по финансово-экономическому состоянию, так и по производственным показателям в прошлом году отмечены в Нейнском округе. В 2015 году объем государственной поддержки всех уровней агропромышленного комплекса региона вырос по сравнению с 2014 годом на 56% и составил 708 миллионов рублей. Это привело к увеличению доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе на 17%. Сейчас из 32 организаций лишь 5 являются убыточными. В двух основных отраслях сельского хозяйства региона – оленеводстве и молочном животноводстве по итогам 2015 года наблюдается рост производственных показателей. Валовое производство мяса оленины в живом весе по итогам 2015 года выросло на 41% и составило более 2700 центнеров. Увеличился и объем произведенной оленины. Российским сельхозтоваропроизводителям впервые за многие годы удалось обеспечить рынок мясом и мясной продукции. Кроме того, удалось наростить экспорт. Произошло это в том числе благодаря беспрецедентному нашему, кстати, с вами решению общему о поддержке, государственной поддержке сельского хозяйства. На развитие села было направлено 222 миллиарда рублей. Это хорошие цифры. Поддержкой мы обеспечим аграриев и в этом году в сопоставимых объемах. Еще хочу сказать, с учетом того, какое вообще значение для нас имеет сельское хозяйство, сохранение высоких темпов развития сельского хозяйства, я принял решение о создании большой комиссии правительства по вопросам агропромышленного комплекса, которую возглавлю сам. Кроме того, строили и ремонтировали дороги. Всего в 2015 году приведено в порядок более 3000 километров дорог регионального, местного и федерального значения. В 2015 году беспрецедентные средства были направлены на строительство и ремонт дорог в Нейнском округе. Почти полтора миллиарда, из них 372 миллиона из федерального бюджета. Всего было построено более 5,5 километров дорог, отремонтировано 19,5 километров. Федеральные средства направлены на строительство четвертого участка автодороги Нарин-Марусинск. Эти работы рассчитаны на три года, с 2015 по 2017. Кроме того, в прошлом году в России, отметил Дмитрий Медведев, модернизировано 8 аэропортов, начата работа еще в шесте. Внутренний пассажиропоток увеличивается. В прошлом году он заметно превысил международный по понятным причинам. Правительство продолжит принимать меры, чтобы цены на билеты оставались доступными. В 2015 году для этого было реализовано 5 программ субсидирования из федерального бюджета. Кроме того, для внутренних авиаперевозок была установлена ставка НДС в 10%. Аналогичная ставка налога на добавленную стоимость была установлена и для дальнего железнодорожного сообщения. А для пригородных пассажирских перевозок, напомню, НДС и вовсе установлен в размере 0%. В результате мы не допустили резкого роста цен на билеты. Впрочем, любая помощь реальному сектору окажется неэффективной, если в стране не будет по-настоящему свободного предпринимательства. И отсюда третье направление работы правительства, связанное с развитием делового климата. Хотя экономически страна переживает тяжелые времена, правительство помнит о тех, кому сейчас непросто. Например, многодетные семьи. Так решено продолжить программу по единовременной выплате из материнского капитала на 2016 год. На это потребуется около 50 миллиардов рублей. Кроме того, многодетным семьям могут предоставить особые условия для покупки жилья. Кабмин в текущем году продолжит реализацию программы господдержки ипотеки, которая позволяет приобретать жилье на первичном рынке по ставке не выше 12% годовых. Все без исключения намерения и действия правительства связаны только с желанием сделать жизнь граждан страны лучше и занять достойное место в мировой экономике. Сложные экономические условия не стали преградой для выделения федеральных средств регионам в рамках госпрограммы по развитию спорта. На эти цели выделено 785 миллионов рублей. Но Неницкий округ в этот список не попал. Позиция федерального центра достаточно жесткая. Целевые субсидии мы не получим до тех пор, пока не завершим строительство спортивного долгостроя. Речь идет о Фоке-Вамдраме. Его возведение началось еще в 2009 году с разработки проектно-сметной документации. Сдать объект планировали в 2011. Что пошло не так и когда физкультурно-оздоровительный комплекс откроет свои двери для посетителей в материале выпуска. Компания сейчас в банкротстве, но и, естественно, контракт расторган с ней. Контракт расторгнут, строительство приостановлено. Ситуация для региона до боли знакомая. Фок-Вамдраме попал в список долгостроев благодаря архангельской компании «Стройспецмонтаж». Подрядчика, как обычно, определили в ходе аукциона. С этого момента и начались все проблемы. Сначала компания не сумела вовремя в навигацию 2010 года завести необходимые стройматериалы. Затем, несмотря на их наличие, выполняла незначительные объемы работ, которые заказчик не принимал. Когда срок сдачи объекта вышел, а на календаре нарисовался 2012 год, заказчик отправился в суд. Мы подали в арбитражный суд Архангельской области на расторжение данного контракта в связи с неисполнением подрядной организации своих взятых обязательств. Но, однако, суд нашу сторону не принял. Посчитал, что подрядчик принимает необходимые меры к строительству объекта. Ну, опять-таки, решение суда не комментируемо. Вместе с тем, подрядчик выполнял свои обязательства, ну так, эпизодически, периодически. Немножко начнет – закончит, начнет – закончит. Осенью 2012 года подрядчик возобновил строительство объекта, но уже через год после завершения монтажа плит перекрытия была выявлена просадка фундамента здания. Строя спецмонтаж организовал проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий. В конце июля 2014 специалисты разработали проектное решение по дополнительному погружению свай до вечной мерзлоты. В том же году работы были выполнены. Казалось бы, уже виден свет в конце туннеля. По уточненному графику, окончание работ было запланировано на август 2015-го, но в марте подрядчика признали банкротом. Мы находимся в реестре кредиторов данной организации, но вместе с тем, наверное, стоит отметить, что вряд ли, наверное, что-то от нее удастся вообще взыскать, как говорится. Там штрафные санкции, за просрочки и тому подобное. Между тем, долг недобросовестного подрядчика на сегодняшний день составляет более 9 миллионов рублей. Напомню, стоимость ФОКа в Амдерме составила почти 52 миллиона. Средства на строительство выделялись из трех бюджетов – федерального, регионального и районного. Не став в эксплуатацию ФОК, Ненецкий округ фактически не выполнил взятые на себя обязательства, предусмотренные целевой федеральной программой. Ну вот получается, что до того периода, пока мы не построим этот ФОК, мы не сможем претендовать на получение субсидий федерального бюджета на программы по развитию федерального и спорта. По словам Игоря Шевелева, федеральное средство, которое Ненецкий округ, увы, в этом году не получил, должно было пойти на строительство малобюджетных спортивных сооружений, в том числе спортивных площадок. К слову, сумма немаленькая, тем более при дефицитном бюджете региона. Если смотреть по тем суммам, которые были, по количеству средств, которые были выделены субъектом, от 40 до 60 миллионов, нам, как правило, если вот на практике нам была выделена субсидия в 2015 году на строительство ФОКа в Оксино, то мы получили 20 миллионов на эти цели. Если считать, что весь строительство ФОКа обошлось в Оксино в 53 миллиона, 20 миллионов – это существенная поддержка бюджету. Повторюсь, существенную поддержку из федерального бюджета Ненецкий округ не получит до тех пор, пока не достроит ФОК. По заверениям специалистов администрации Заполярного района, решение о судьбе Андерминского долгостроя уже принято. Строительство возобновят в ближайшее время. Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, с проектной организацией, которая должна к июню месяцу выдать уже проектное решение по завершению строительства непосредственно этого объекта. К концу, наверное, лета будет объявлен контракт на завершение строительства этого объекта. Завершение строительства объекта планируется к ноябрю 2017 года. По обоюдному согласию администрации региона и Заполярного района завершать строительство район будет за счет собственного бюджета. И если все будет так, как говорят специалисты, регион еще сможет претендовать на получение федеральных средств на развитие физической культуры и спорта. Напомню, госпрограмма рассчитана на период до 2020 года. Вопросы о мерах по содействию развитию физической культуры и спорта в округе рассмотрели депутаты окружного парламента. С докладом выступил председатель комитета по физической культуре и спорту Игорь Шевелев. Как отметил докладчик, приоритетными направлениями являются развитие массового спорта, подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений. В целях развития массового спорта планируется создать учреждение, осуществляющее централизованную деятельность по организации физкультурной и спортивно-массовой работы на территории округа Центра развития массового спорта на базе Ледового дворца спорта «Труд». В целях подготовки кандидатов в спортивные сборные команды НАО и сборные команды Российской Федерации планируется реорганизация «Дюц-лидер» – учреждение нового типа «Спортивная школа-лидер» с 1 января 2017 года. По итогам обсуждения принят целый ряд рекомендаций. В частности, профильному департаменту рекомендовано в срок до 1 сентября представить программу развития планируемых к созданию новых учреждений в спортивной школе «Лидер» и Центра развития массового спорта «Труд». Рекомендовано рассмотреть вопросы о вовлечении детей-инвалидов в массовые спортивные мероприятия, предусмотреть мероприятия по повышению статуса такого массового мероприятия, как соревнования по лыжным гонкам «Северное сияние» имени Чупрова. Также до 1 сентября 2016 года должна быть представлена характеристика кадрового состава всех учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность. В ходе дискуссии принято решение рекомендовать администрации рассмотреть вопрос о возможности финансирования выезда спортсменов-лыжников на тренировочные сборы и соревнования за счет внебюджетных источников в рамках соглашений с недропользователями. На нашем телеканале стартовал большой проект – детская историко-просветительская программа «Знатоки Севера». Юные знатоки истории, природы, традиции, культуры из разных школ Нинецкого округа сражаются в телеигре за возможность пройти в финал и стать участником итоговой игры, получить звание «Знатока Севера». Жизнь коренных малочисленных народов, их культура и традиции, суровый климат и богатая история – эти сложные и интересные темы легли в основу телевизионного состязания. Что означает слово «Наринмар»? Красный город. Верно. Где находилась столица Печорского края с 16 по 18 век? Пустозерский. Верно. Самый известный узник Пустозерского острога? Притапоп-Аваку. Верно, конечно. Интересное путешествие по истории родного края может совершить любой школьник. В течение игры его ждет встреча со старичком-тундровичком, поиски волшебного клада, прогулка по сказочной стране. Всего в игре семь раундов. Разминка, люди с севера, имена в истории, памятники, музей и северные сказки. Мне кажется, что ТРК «Север» очень интересную идею реализует. Это замечательный проект, который активизирует наших школьников, причем не старшего возраста. Они все сейчас озадачены подготовкой ИГ, а как раз самого любопытного возраста. Первая игра уже состоялась. В ней сыграли команды, знающие землю из школы номер один и Пуночки из четвертой школы. В упорной борьбе по итогам семи раундов победителями стали команда Пуночек. Если вы тоже хотите стать участниками нового проекта, собирайте команду, приходите и заполняйте заявку. На этом у меня все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok